Воскресение нашего Господа И через 10 дней мы будем праздновать другой очень великий праздник – это сошествие Духа Святого на землю, о чем говорил брат Виктор. И в дополнение я буду сегодня говорить о том, как бы дополняя те мысли, что он говорил. Моя тема или проповедь темы называется «Дорога в небо» или «Путь в небо». Господь своим вознесением, Он открыл нам дорогу в небо. И вы знаете, я говорю, что сегодня, слава Господу, участвовали наши дети, молодежь, но сегодня тематика или тема о небе. И сколько прекрасных песен сложено на тему о небе. И мы с вами, живя на этой земле, не раз обращаем свой взор в это голубое небо. И мы сознаем, что где-то там в небесах наш Спаситель, который вознесся в свое время и который придет, придет таким же образом, как ученики его видели. Брат Виктор читал место и священное писание, это Евангелие от Луки, он читал, вот, 24 глава. Я же прочитаю другую книгу Евангелиста Луки, который записал это событие немножко более детально. Если там немножко в общем сказано о Вознесении, то вот в послании книги Деяния, первой главе, написано более детально. Я читаю первую главу, буду читать с девятого стиха. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И пришли в горницу, и там пребывали все апостолы». Здесь перечисляется немножко ниже. Но я хотел бы немножко говорить о вознесении, о значении вознесения. Но в предисловии немножко напомню или скажу о том, почему все-таки 40 дней. Я вначале спросил, сколько дней было от воскресения до вознесения. И все мы знаем, что 40 дней. Почему 40 дней? Иногда задается такой вопрос, почему 40 дней? И, может быть, не всегда у нас ответ есть на это, но в Священном Писании цифры имеют определенные значения. Число 40 имеет значение полноты, означает число полноты. Вот если взять другие числа, я не буду сегодня вдаваться или говорить о других числах, но смотрите, число 40. 40 дней и ночей, вы помните, лил потоп. Число или 40 лет израильский народ странствовал в пустыне 40 лет. Моисей, один из великих пророков, который прожил 120 лет, его жизнь делится три раза по 40. Он был на горе Синайк, когда он ожидал скрижали от Господа, он находился там 40 дней. Голиаф, который поносил израильский народ, он поносил в течение 40 дней. И вы помните историю. Давид и Соломон царствовали по 40 лет. 40 дней Господь дал Неневии, чтобы она покаялась. И пророк Иона, который проповедовал, обратил этот народ. 40 дней Иисус Христос, выйдя на свое служение, Он находился в пустыне, находился в посте, в молитве 40 дней. И вот 40 дней, о чем мы уже говорили, 40 дней, прошло от Воскресения до Вознесения. Вот такое интересное число. И оно встречается очень много. Я кратко взял такие события, чтобы нам немножко как бы вспомнить и порассуждать. Ну вот, прошло 40 дней, Иисус Христос являлся ученикам. Он много им говорил о том, что Ему надлежит вскоре быть Вознесенному. И, как и брат Виктор говорил, ученики об этом, можно сказать, и не думали. Им было хорошо с учителем, они проводили с ним время. И о чем они мечтали, о чем они думали? Вот интересно, правда? А здесь немножко, вот в этой первой главе, если чуть выше взять, ученики задают Иисусу вопрос. Вот немножечко, еще через пару дней, и Христос будет Вознесен, взят от них, они задают Ему вопрос. Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь Царство? И Он говорит им, не ваше время, и так далее. И Он им говорит, что вам еще надлежит. И Он говорил, что через 10 дней соберитесь в горницу, ожидайте, и так далее, Духа Святого, Которую я пошлю. Но они озабочены о земном. Они думают, что, наверное, все-таки Господь пришел для того, чтобы Царство создать здесь, на земле. И вот интересно, они были с Иисусом, находились с Ним, но все-таки вот земное больше притягивало, или больше как-то имело значение, или большее значение имело. Они об этом рассуждали. Но после Вознесения, вот когда на глазах у них Иисус Христос возносится, и, вы знаете, написано, что Он медленно стал отдаляться, отдаляться, и они все стоят и смотрят. Он поднимается все выше, выше. Они все не в доумении. Может быть, это еще какое-то чудо, последуя за этим событием. И они стоят и смотрят. И вот Иисус скрылся из вида ихнего. Они все стоят. И вот нужно было ангелам явиться и сказать, мужи, братья, что вы стоите и смотрите? Ведь вам об этом Иисус говорил, что как Он уходит, таким же образом Он и придет. Может быть, тогда или немножко позже, но ученики возвратились, написано, с великой радостью. Вот это событие Вознесения Иисуса Христа, оно вселило им радость. Почему оно принесло им такую радость или перемену в их сердце? Потому что Иисус Христос вознесся на небо. И теперь они уже имеют на небе Господа, Который был с ними, Которого они знали и Который обещал, что Он скоро придет. Конечно, мы знаем из истории, что ученики и все верующие того времени, они ожидали, что вот-вот Он скоро придет. Поэтому они и продавали, и полагали все имения к ногам апостолов, они ожидали. Но я сегодня хочу говорить о небе. Об этом говорит евангелист Марк о Вознесении 16-19. «И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Вот еще одно подтверждение о том, что Иисус Христос вознесся на небо. И вот пройдя или прожив здесь короткую жизнь на земле, Он совершил то, предназначенное Отцом Небесным. За это короткое время Он исполнил все. И апостол Павел в послании Тимофею в одном стихе как бы выражает или описывает всю суть Его земного служения. 1 Тимофея 3,16 сказано, «И беспрекословно великое благочестие тайно Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Смотрите, как вот здесь вот сжато и конкретно описывается Его служение. «Беспрекословно великое благочестие тайно». Для нас Господь в одно время Он как будто Он доступен нам, абсолютно мы понимаем, знаем Господа, и в то же время Он тайно для нас. Это тайно воплощение мы до конца никак не можем постигнуть. Сколько раз бы мы не пытались как-то проникнуть в эту истину, и мы не можем понять. Мы только веру и принимаем. И я верю, что когда мы переселимся в тот небесный край, нам будет открыто, мы все поймем. Но Господь – это действительно великое благочестие тайно. Ну, второе, что мы прочитали, «Оправдал себя в духе». Я так задаю, и каждый может задать вопрос, для чего Господу нужно было оправдывать себя? И в этом есть глубокая истина. Иисус Христос был безгрешен. Он, написано, воплотился. И Он не имел греха, но Он пришел для того, чтобы взять грех мой и ваш на себя. И тем самым Он стал как бы виновным против закона, Он стал грехом. Поэтому Ему нужно было пройти это крестное страдание и совершить эту победу на кресте Голгофе. И там Он оправдал нас посредством Его страданий. Показал Себя ангел. Вы помните, когда Он в пустыне проводил вот этот пост 40 дней. Он не ел ничего. И когда прошло это время, сатана отступил, который искушал его в пустыне, то сказано, что ангелы приступили к нему. Вот здесь Он показал себя ангелом как Сын Божий, как Сын Человеческий. И также события, вы помните, в Девсиманском саду, когда Иисус Христос проходил эту агонию страданий. И также там говорится о том, что ангелы явились и укрепляли, поддерживали Господа. Проповедом в народах это действительно Евангелие стало доступным для всех людей через апостолов, через учеников, через нас с вами. И написано, что принят верою. Все те, кто приняли веру Иисуса Христа, они имеют надежду, имеют жизнь вечную, о которой мы слышали и говорим, и вознесся во славе. Вот это вознесение Господа нашего Иисуса Христа, оно напрямую связано с небом. И сегодня я хотел бы говорить с вами о том, что небо – это место обитания нашего Господа. Если весь Ветхий Завет по умирании души оно указывало о том, что «И сойду я в преисподнюю», то после воскресения нашего, после вознесения нашего Господа Иисуса Христа все Евангелие, Слово Божие указывает о том, что по умиранию душа поднимается или идет в небо. Поэтому мы будем говорить о том, что Иисус Христос вознесся на небо. Но говоря о небе, что мы знаем о небе? Вы знаете, вот это облака и вот все, что мы видим, это не то небо. Или вся Вселенная, через которую вот ученые наблюдают все галактики, все небесное, что им доступно, они видят, и послали и на Марс, и на Луну. Люди пытаются как-то достигнуть и думают, что они достигли неба, но и не это небо. Что мы знаем о небе? В Священном Писании говорит нам вот одно место, которое апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тело не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Итак, мы знаем три неба. Что это за небо? Первое – это атмосфера Земли, о которой мы говорили. Второе – это вся Вселенная, которую увидят ученые через телескопы различные и так далее, вся галактика, которую мы знаем, или нам говорят о том, мы не видели, не знаем, но так нам говорят. И третье небо – это невидимый мир, невидимый мир, который человек никак и ничем и никак не может увидеть или достигнуть этого неба. Это место обитания Бога. Смотрите, апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, 6 глава, 16 стих. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает где? В неприступном свете, которого никто из человека не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Вот апостол Павел говорит о том, что единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. Бог создал видимый мир и подчинил его закону времени. Мы живем во времени. Бог же живет в невидимом, в неприступном свете, где время, о котором мы говорим, оно не имеет, не существует там времени. Бог бесконечный. Пророк Исаия пишет о Господе, который обитает в неприступном свете. Исаия, 57, 15. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, свят имя его, я живу на высоте небес, его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Смотрите, Бог обитает в неприступном свете. Он живет во святилище, и Он недоступен. Мы не можем себе представить и вообразить. И в то же время сказано, что Он живет сокрушенным сердцем. И вы знаете, вот это есть и является чудом, что Господь в то же время велик, чудный и дивный. Мы не можем постигнуть и понять. И в то же время Он живет в сердцах людей с сокрушенными сердцами и с раскаянным сердцем. Поэтому Господь в одно время, Он и далек, и в то же время Он близок, и Он знает сердца тех, кто отдает Ему сердце. Вы помните, Соломон, когда построил храм, и он молился об освящении этого храма, и он выразил такие слова, Третье Царство, 8 глава, 27-28. «Поистине Богу лишь жить на земле, небо, и небо небес не вмещает тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне». Смотрите, Господь, Который живет или Который находится в небе, и сказано о Его величии, что небо небес, и это, опять же, нам, вот даже это выражение, мы не можем понять, как это небо небес не может вместить его. Если мы говорим о трех небесах, то здесь сказано, что небо небес не может вместить. И в то же время он знает и слышит молитву раба, и он отвечает на воззвания, которые возносят ему. И помните, мученик Стефан, который был за Слово Божие взят книжниками и первосвященниками, и перед тем, как его должны были побить камнями, он также выразил такие слова, Деяние 7,48. «На Всевышней не в рукотворных храмах живет, как говорил пророк. Небо престол мой и земля под ножи ног моих. Какой дом построите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Смотрите, Стефан выражает такие слова, что Бог не в рукотворных храмах живет, вот небо престол его, а земля под ножи ног. Мы живем на земле, и оказывается, земля под ножи ног нашего Господа. Поэтому велик наш Господь, и Он обитает вот в этом неприступном свете. Перед тем, как Его, Стефана, побили камнями, Господь Ему открывает вот то, о чем мы говорим, что никто из людей не может увидеть, и никому недоступно. Он пишет, что Деяние 7, главе 56 стихом, и сказал Стефан, «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». На это книжники и фарисеи скрежетали зубами и побивали его камнями с великой ненавистью, не зная того, что Стефану было открыто нечто необычное, то, что никто не мог увидеть из людей. О небе очень много, если мы читаем книгу Псалмов, Давид очень воспевал и часто выражал о небе. Он говорит, Псалом 32, 13, 14, «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле». И вот то, что мы говорим, о чем мы рассуждаем, как чуден, «Как велик наш Господь, но Он презирает», то есть смотрит и знает каждого живущего человека. Если мы иногда думаем, что мы дети Божьи, мы имеем с Господом отношения, ну, а эти неверующие, мы иногда пренебрегаем, может быть, неправильно думаем, ну, какое дело Богу до них. Бог знает каждое сердце, и Бог работает с каждым человеком. Иисус Христос, будучи здесь, на земле, Он часто говорил о том, что Он творит волю пославшего Отца, и слово, которое Он говорит, не от Себя говорит, но от пославшего. Он говорил об Отце Небесном, о том, что Он пришел с неба, с небес. Иоанна 6 глава, 41 стих, 41-42. «Возраптали на Него иудеи за то, что Он сказал, «Я ест хлеб, сошедший с небес». И говорили, не Иисус ли это Сын Иосифа, у Которого Отца и Мать мы знаем? Как же, говорит Он, «Я сошел с небес». И вы знаете, это для них было сильным раздражением. Их сильно беспокоило, что Он говорил, что Я есть Сын Божий, что Я сошел с небес. Он говорил истину, но для них было сокрыто сие. Вы помните, Иисус Христос учил учеников молиться, и Он говорил, «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Как бы Он снова учил учеников о том, и учил, чтобы в их сознании было о том, чтобы они мыслили о том, что Иисус Христос на небе. Как было уже сказано, что Он ходатайствует за каждого из нас. Поэтому мы, по милости Божьей, мы еще находимся на земле. И Господь работает с каждым из нас, посылает какие-то испытания, трудности. Он знает нас, знает наше намерение, знает наше желание, где мы, может быть, не тем путем идем, и так далее. Поэтому Бог, как я говорю, Он велик, и в то же время Он близкий. Близкий сокрушенный, близок. Я очень люблю пение группы «Пилигрим». Они уже, правда, не поют, но пение, которое они пели, «Да простят меня друзья и близкие, что прошусь до срока я в небеса». И вы знаете, вот это состояние или это желание уже разрешиться и быть с Господом, это благословение. Мы иногда, знаете, чуть-чуть нас болеет или чуть что-то где-то коснется, и мы всеми путями хотим как-то быстрее избавиться или выздороветь, чтобы мы еще были здесь на земле. Нас устраивает. Мы стремимся к хорошим домам, хорошим машинам, хорошей жизни. Но именно в скорби и в трудностях Бог формирует наш духовный мир, наше сердце, чтобы укреплять нас, чтобы мы свой взор направляли не на земное, но на небесное. В 972-й пении в сборнике о небе сказано, «О небо, дорогое небо, как много скрыто в синеве Твоей, за ней все вечно и все ново, там все сокровище души моей». Прекрасные слова, когда мы поем, вот даже на похоронах, мы поем о небе и мысленно возвышаемся в тот небесный край. И когда, зная Писание, зная, насколько там красиво, то душа наша стремится туда, мы как-то оставляем все земное и возносимся в ту небесную обитель. Апостол Павел пишет во 2-м послании к Коринфянам, 5-й главе, 1-й, 2-й стих, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Вот, братья и сестры, мы имеем обетование, мы имеем надежду, мы живем в этой хижине. Иногда мы так заботимся об этой хижине, как я уже сказал, что не хотим совлечься, то есть не хотим освободиться от этой хижины, хотим еще дольше здесь побыть. Но тот дом нерукотворный, он несравненно лучше. Там красота несравненно лучше и нельзя описать. Но порой у нас это земное поглощает, и мы не думаем о небе. Сколько раз мы думаем, рассуждаем о небе? Влечет ли нас туда, в тот небесный край? Апостол Павел пишет в том же послании, в втором послании к Коринфянам, 4, 16-17. «Потому мы не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний, современный день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит при изменном, при избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на видимое, чтобы видимое, ибо видимое временно, а не видимое вечное». Братья и сестры, когда нас постигает какая-то болезнь или трудности, смотрим ли мы немножко вперед на невидимое? Мы иногда останавливаемся здесь, и все наше внимание, вся наша забота именно здесь. Но когда мы посмотрим немножко дальше, что нас ждет за горизонтом, есть эта земная жизнь, она и прекратится, то что мы ожидаем, что нас ждет в небесном. И апостол Павел как бы советует, чтобы мы, вот это кратковременное страдание, оно производит при избытке славу, дает нам силу, чтобы мы смотрели на невидимое. Я вспоминаю историю, когда Авраам и Лот, когда Лот посмотрел на это видимое, на эту красоту, на это временное, и он пошел и поселился там. Авраам же сказано в послании к евреям, 11 глава, вы помните, вот о чем, в 11 главе сказано с 8 стиха, «Верой Авраам повиновался при звании идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он в земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Поэтому Авраам, хотя и жил здесь, на этой земле, но он видел невидимое, видел духовными глазами тот город, и он стремился к небесному, к лучшему. А Лот, который вроде бы все имел, но в один день потерял все, и жену, и детей, и все то, что он построил, потому что смотрел на видимое. Вы помните, в книге, в четвертой книге царства, очень интересная история с Елисеем. Вы помните, когда сирийские войска окружили, и когда Диезия проснулся, увидел, что они окружены, и он обращается к Елисею и говорит, «Мы окружены». Ну, грубо говоря, все. Дальше уже все. Потеряно. Надежда, все. Елисей помолился, и говорит, «Господи, открой ему глаза». И когда Диезия увидел это бесчисленное войско, что оно во много раз превосходило вот это сирийское войско, поэтому вот как хорошо вот иметь духовные глаза, чтобы мы видели не земное, а вот небесное, чтобы это земное, оно никак не застилало не застилало наш взор, чтобы мы смотрели в небеса с верой, чтобы мы стремились в тот край чудесный. Апостол Павел, который говорил о себе, что он был восхищен до третьего неба, и было ему открыто вот та красота, то состояние небесное, которое он видел. Поэтому он имел такую веру и стремление, и желание. Он пишет филиппийцам 1,21 «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Павел, он хотел бы разрешиться и быть со Христом. И вы знаете, когда нам хорошо, когда мы благоденствуем, не возникает у нас такого желания, что мы хотели бы разрешиться, но когда Господь проводит через горнилоиспытаний, через болезни, через трудности, вот тогда Он формирует нас, и в нас появляется желание, желание, чтобы разрешиться, освободиться, от этого бренного тела, и чтобы водвориться. Господь говорил через апостола Иоанна 12, 26, Он говорил, «Кто мне служит, мне допоследует, где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Это обетование нашего Господа Иисуса Христа, то, о чем мы начали рассуждение наше, что вознесением нашего Господа Иисуса Христа ознаменовано то, что где, где наш Господь, там и мы будем. Он говорит, «Где я, там и слуга». И послание Иоанна, Евангелие, это Иоанна 14, глава 1-3 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и меня веруйте. В доме отца моего обители много, если бы не так, я сказал бы вам, я пойду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Да, благословит нас Господь, чтобы вот это желание, эти все места, которые мы упомянули, чтобы они действительно наполняли наше сердце радостью и влечением в тот небесный край, чтобы мы исполняли волю Отца Небесного здесь на земле, что мы любили молиться, что мы любили Его Слово, что мы жили по Слову, и тогда гарантированно Господь сказал, что я иду и приготовить место. Он уже приготовил, поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы могли войти в тот небесный дом и там быть со Христом и быть с Ним вечно. Да прославится Господь наш. Аминь. Давайте помолимся.